Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Виктория Важова, врач-дерматовенеролог, косметолог. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада с вами познакомиться, рада вас видеть в нашей студии. Сегодня хотелось бы обсудить тему акне. В каком возрасте можно заболеть акне? Акне – это хроническое генетическое заболевание. Оно проявляется закупоркой фолликулов, сальных желез. Чаще, конечно, к нам на прием обращаются подростки. Это 14-16 лет. Но также заболевание может встречаться и в более старшей возрастной группе. Это старше 40 лет. Чаще всего проблемы в гормональных перестройках, предклиматерических проблемах. По акне выделяют, конечно, среднюю, легкую и тяжелую степень. Чаще всего проявляется в виде черных точек, открытых, закрытых комедонах, белых угрей, ярко-красных высыпаний в виде ярко-красных прыщей. Пациенты жалуются на локализацию высыпаний как на лице, так и на туловище, на груди, на шее. Лицо, конечно, это как зеркало здоровья всего организма в целом. По высыпаниям мы можем судить о болезнях внутренних органов. Если заболевание локализуется в области подбородка, то мы можем судить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, также гормональной системы, репродуктивной системы, болезни почек. В области лба, на межброви, это говорит нам о патологиях желудочно-кишечного тракта, болезнях желчного пузыря, застойных явлениях. На скуловой дуге в области средней трети, как правило, заболевания поражают сердечно-легочную систему, также желудочно-кишечный тракт, 12-перстную кишку. Очень многие часто не обращают внимания на появление акне, либо пытаются самостоятельно как-то с этим справиться. Вот все-таки вы считаете, что должно насторожить родителей, побудить обратиться за помощью именно к специалисту, чтобы не приводило это уже к сложным последствиям, которые потом лечатся годами. Это даже ни одного приема дела. Да, конечно, ни в коем случае нельзя затягивать, нельзя заниматься самолечением. Как только появляются воспалительные, первые воспалительные элементы, необходимо обратиться к врачу, к врачу-дерматологу, так как именно воспалением занимается врач-дерматолог. А уже когда процесс переведен в стадию ремиссии, и если произошли изменения с качеством кожи, нарушение рельефа, появились постактные рубцы, либо пятна, то, конечно, уже эстетикой занимается врач-косметолог. Но эти две профессии неразрывно связаны, и невозможно быть хорошим косметологом без знаний базовых по дерматологии. Сейчас все-таки технологии позволяют лечить эту болезнь, исправляться со сложными именно случаями, когда повреждена кожа, когда есть рубцы, когда все очень-очень плохо. Конечно. Сейчас эра аппаратной косметологии. Мы можем пациенту обеспечить и качественный постакне уход в виде лазерных шлифовок, инъекций коллаген-стимулирующих препаратов. Также, если вовремя назначены системные ретиноиды, это витамин Ада, в хорошей дозировке, то пациент может выйти из этого заболевания без рубцовых изменений на лице. Главное, конечно, системный подход. Виктория, можно ли при помощи чисток, пилингов, извалиться от окна? Конечно, нужен комплексный поход. Ведь чистка – это достаточно серьезная процедура. Вот я, например, в своей практике, если есть хоть один воспалительный элемент на лице, то я отказываю в процедуре, даже не провожу ни ботулинотерапии, ни другие какие-то эстетические процедуры, так как при чистке мы раскрываем поры, кожа становится чувствительной. И если есть хоть один воспалительный элемент, то после чистки их в разы станет больше. Поэтому, конечно, нужна подготовка. Нужно первое – это снять воспаление, а там уже смотреть, нужна ли чистка. Ну, достаточно комплексный подход всегда нам обеспечивает гарантию результата в лечении. Мы уже сказали о том, что избавиться от окна не так-то просто, особенно если случаи запущены. Но, тем не менее, как долго может длиться курс лечения и возможно ли на всю жизнь избавиться от акны? Ну, курс лечения обычно длится до года. Если пациент обратился вовремя, лечение начато вовремя, то, конечно, мы видим стойкий, хороший эстетический результат. Но мы не волшебники, и, конечно, бывают всякие ситуации, что кожа стала неровной. То, конечно, потребуется лечение уже на коррекцию эстетических дефектов, с качеством кожи, с рельефом. Какие причины могут вызывать акна? Что это? Это генетическая предрасположенность, это наша еда, экология. То есть, почему кожа так себя ведет? Тут все-таки генетика играет роль. При акне это одна из первых причин, генетическая предрасположенность из поколения в поколение. Чаще всего по мужской линии передается, через поколения. Опять-таки, при употреблении каких-то продуктов, в том числе молоко, сладкое, мучное, при лактазной, глютеновой недостаточности, мы видим обострение высыпаний после употребления каких-то вот этих продуктов. Но кто-то предрасположен, кто-то нет. У кого-то будут высыпания, у кого-то нет. Поэтому все определяет, конечно, генетика. Все-таки, возможно ли профилактировать акне и как-то сделать, с какого возраста начинать? И как правильно построить уход за кожей ребенка, подростка, чтобы, в общем-то, как бы предвосхитить появление акне? Возможно, что-то убрать из рациона, объяснив это последствиями. Хотя детей сложно в этом убедить. Очень сложно, да. У меня вот на приеме, когда я работала, встречалась так, что приходила мама с подростком. И мне, когда я говорила про питание, подросток категорично был против. Он и слышать не хотел. Еще как-то он с пониманием, может быть, относился к тому, что нужно умываться два раза в день, да, наносить крем, но вот соблюдать, отказаться от фастфуда, в частности, от майонеза, кетчупа, то, что дает, как бы, да, то, что вредные продукты, он, ну, они не хотят. Очень трудно. Но это, конечно, работа длительная. И без этого, без объяснений, да, без консультации невозможно настроить подростка на... Есть такие случаи, когда все-таки дети сначала категорически отказываются, потом в процессе они видят, как меняется их лицо, они чувствуют, как... Они увереннее чувствуют себя среди сверстников. И, в общем-то, они готовы идти на компромиссы и выполнять все требования, все рекомендации специалистов. Обычно через месяц, вот, после назначенного лечения, когда они... То есть сначала категорически нет. Категорически нет, не будем, мне все щипет, у меня аллергия на назначенный, ну, и мазь, крем, все мне не подходит. Через месяц, когда они уже приходят полтора, они видят эффект меньше воспалительных элементов. Они с удовольствием ложатся на чистку лица, они хотят уже больше и дальше, и больше, как бы, в результате, да, вот они уже, конечно, тебе доверяют, и они уже выполняют все беспрекословно, то есть вот как только видят динамику. Чаще всего, конечно, я назначаю подросткам аптечные препараты, так как, опять-таки, да, вот, ценовая политика определяет, нужно быстро купировать воспаление, нужен эффект для подростков. Для более, ну, старшего поколения, после 40 лет, если есть проблема актера, да, то это, конечно, космецевтика. Ну, космецевтика, которая не масс-маркет, а та, которая не содержит силиконов, парабенов, продуктов нефтепереработки, так как продукция масс-маркета, она является комедогенной, ну, способствует закупорке, образованию комедонов и черных точек. Поэтому, конечно, важно то, чем мы пользуемся, там, 60% грамотного ухода, домашнего ухода, это 60% успеха в лечении кожи. Виктория, Вы уже сказали о том, что акне – это не просто выступание на лице, это целый комплекс, и целый комплекс именно причин, да, почему так происходит. Задействуете ли Вы в своей работе, в лечении этих пациентов, специалистов с межных профессий? Конечно. При локализации, вот в частности, если мы говорим на нижней трети, в области подбородка, я понимаю, что мне нужна консультация врача-гинеколога-энтекринолога. Либо я сама назначаю обследование на половые гормоны, половой профиль пациента и вижу изменения, то, конечно же, я направляю к смежному специалисту. При патологии желудочно-кишечного тракта, если пациент жалуется на боли в желудке, да, я вижу по высыпаниям, по жалобам, то, конечно, мы лечим совместно с гастроэнтерологами и другими специалистами. Почему девушки накануне критических дней отмечают ухудшение кожи и появление высыпаний? Ну, все дело в гормонах. Гормоны, конечно, наше все. Потому что после овуляции происходит так, что женских гормонов становится меньше, а прогестерон растет. Прогестерон – это мужской гормон. И он как раз осуществляет сухость, кожа становится более сухая, но кожное сало у нас происходит гиперпродукция, поэтому идет активный воспалительный процесс на коже. Но, опять-таки, это лечить надо, и нужна консультация гинекологов, эндокринологов обязательно, потому что опять у кого-то это есть, у кого-то нет. Поэтому лечим обязательно, не оставляем так. В любом случае, при даже первых появившихся воспалительных на коже лица, мы незамедлительно обращаемся за помощью к дерматологу, к косметологу. То есть не оставляем это все на потом и мы не пытаемся самостоятельно справиться с этой проблемой. То есть, да, мы обязательно обращаемся, мы не занимаемся самолечением, потому что процесс перейдет в хроническую стадию и уже сформируются необратимые явления на коже в виде, как я говорила, неровного рельефа, постактных рубцов, пятен, с чем уже работать более сложно, более долго по времени, чем на ранней стадии все это купировать, снять воспаление. Виктория, спасибо за интересную беседу. Что бы вы пожелали нашим телезрителям в завершении программы? Я бы пожелала здоровья, чистой кожи, так как залог чистой кожи – это, конечно, здоровье всего организма в целом. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. До свидания.